Иван Преображенский Но Путин готов начинать переговоры на своих условиях Путин хочет переговоры Это немножко другая история За последние два с половиной года возникло очень странное, на самом деле, ошибочное представление о том, что переговоры о мире это обязательно процесс, который приведет к миру Нет, Путин хочет переговоры Путин хочет переговоры, возможно, хочет перемирия Нет, но Путин не хочет стабильного и справедливого уж тем более мира Совершенно очевидно Путин хочет сейчас под любым предлогом закрепить за собой уже временно оккупированные территории Украины на какой-то период Путин хочет в идеале, это прямо программа максимум, чтобы еще появились какие-то демилитаризованные территории в Украине И Путин хочет передышку Нет, соответственно, передышку, потому что непонятно, как будут вести себя дальше Соединенные Штаты От которых очень много зависит в этом конфликте, которые являются военным союзником номер один Украины Он хочет дождаться завершения президентских выборов в США и очень надеется на то, что президентские выборы так или иначе сыграют ему на руку А уже дальше хочет второй этап Но про второй этап, понятно, сейчас никто не будет говорить Сейчас Путин будет лить крокодилье слезы и рассказывать о том, что он-то готов к мирным переговорам Вот его условия, отдайте все, что еще не захвачено Нет, а Украина не готова В своем телеграм-канале вы писали, что Орбан идеальный кандидат для того, чтобы предлагать переговоры и вообще говорить о переговорах Можете ли вы озвучить, почему? Для этого достаточно посмотреть, какие заявления делают представители Евросоюза и НАТО Сразу сделали после того, как Виктор Орбан прилетел в Москву, не согласовывая эту поездку ни там, ни там Что он не представляет Евросоюз, несмотря на то, что Венгрия с 1 июля страна-председательница ЕС на полгода И что он не представляет НАТО, несмотря на то, что Венгрия член НАТО Соответственно, получается, он одновременно глава страны-члена НАТО Руководитель страны-председательница в Европейском Союзе Человек, который заявил накануне о том, что он создает отдельную фракцию в Европарламенте, стремится к этому Пока у него такой возможности все-таки еще нет, ему нужны еще депутаты из разных стран, из семи, а у него есть пока только три И, по сути, он альтернативное лицо ЕС Он, по крайней мере, пытается так себя позиционировать И это только одна его, что называется, ипостась, потому что, в принципе, для многих европейских политиков Виктор Ромбин вдобавок вот такой плохой парень, которого можно использовать для решения вопросов, в которых самим мараться не хочется Это и переговоры с Россией и с Украиной по поводу условного мира Это решение миграционных проблем, которые сейчас очень остро старят в Евросоюзе И в правую сторону вынуждены сдвигаются и власти во Франции, и власти в Германии по этому вопросу Но при этом полноценного общего решения для ЕС нет И, наверное, никто из политиков либерального толка сейчас не готов его предложить А Виктор Ромбин готов предлагать это решение Пусть оно не всех устраивает, пусть его придется потом корректировать Но всегда можно будет сказать, как и в случае с Украиной Но это же Виктор Ромбин делал все Нет, в принципе, мы-то здесь ни при чем И поэтому получается, что он практически действительно идеальная фигура И надо заметить, что по поводу Реджепа Таипа Эрдогана Который тоже начал в этом пытаться участвовать активно снова Кремль сказал, что он не может быть посредником на этих переговорах Про Виктора Ромбина, никто ничего подобного не заявлял А его эта активность, она, как вы думаете, связана с тем, что председательство в ЕС у него И через полгода все закончится Или он хочет стать таким новым европейским миротворцем? Я думаю, что его само по себе миротворчество и амбиции какого-то, скажем так, крупного лидера В принципе, вот такого представляющего какие-то идеи, какие-то платформы мало интересует Человек, который создал мафиозное государство в центре Европы А он, безусловно, сделал именно это Практически стандарт мафиозного государства Это современная Венгрия Про него написана книга с аналогичным названием Это немного другой типаж Это типаж гораздо ближе к тому же Владимиру Путину С той разницей, что про Владимира Путина Европейские политики типа Виктора Ромбина думали, что вот он такой же, как они, коррупционер И поэтому никаких войн от него серьезных ждать не приходится А у него оказались сверхидеи Так вот, у Виктора Ромбина серьезных сверхидей Кроме Великой Венгрии, которую обеспечить он никак не может внутри ЕС Нету А раз так, его интересует, в принципе, возможность застолбить за собой роль лидера альтернативного Евросоюза Использовать это для своего укрепления власти внутри Венгрии Где она сейчас начинает снова шататься И где оппозиция на выборах в Европарламент Рекордная для оппозиции в Венгрии Это количество голосов сумела набрать И, соответственно, деньги Бабки, бабки, бабки Это то, что лежит в основе его сотрудничества с Кремлем Огромное количество разнообразных экономических проектов От строительства АЭС до наверняка прямо коррупционных, темных каких-то схем По торговле тем же газом, нефтью, которую Венгрия продолжает покупать Венгрия в этом смысле страна-бензоколонка По известному выражению Дональда Рейгана Но только с той разницей, что она получает российскую нефть И продает ее по всей центральной Европе Переработанной в виде бензина И неплохо на этом зарабатывает К другим друзьям Владимира Путина К Ирану все-таки Вот пришла информация о том, что в Иране побеждает президент Из прогрессивного крыла И да, известно, что, конечно, президент не решает все Решает все верховный лидер Но насколько важна эта победа Не только для внутренней, но и для внешней политики Ирана И возможно ли тогда говорить о возобновлении ядерной сделки И вообще сделки, иранской сделки? Ну, иранские выборы достаточно серьезно управляемые Как в условной Российской Федерации До выборов не допускается никто Кто не поддерживает идеи верховного правителя страны А верховным правителем страны Совершенно верно вы сказали Является совсем не президент в Иране А Етала Хамии И, соответственно, даже если человек, который приходит к власти Позиционирует себя более либеральным по сравнению С погибшим главой государства Более либеральным по сравнению со спикером парламента Которого многие прочили на пост президента Это не значит, что в нашем условном более западном понимании Он вообще является либералом Все изменения, которые в этой ситуации могут произойти Так или иначе будут связаны с доброй волей В том числе реального руководства страны И, соответственно, ожидать каких-то серьезных внешнеполитических изменений Пока не приходится Скорее, это будут какие-то мелкие внутренние шаги Может быть какое-то снятие той жесткой реакции Которая возникла со стороны иранских консерваторов На массовые протесты последних лет Соответственно, может быть какая-то либерализация В отношении возможности для женщин Одеваться чуть более свободно, чем от них сейчас в жесткой форме Этого требуют Но не более того Возможно, это будут какие-то продолжения На самом деле той тенденции Которая возникла при предыдущем погибшем В результате авиакатастрофы в президенте А именно договоры с соседними государствами По тем темам, которые раньше казались Абсолютно для Ирана невозможными То есть выстраивание отношений с Азербайджаном Выстраивание отношений с Турцией Со странами, с которыми были тяжелые отношения У швейцкого Ирана И еще друзья Путина Вот как-то мы сегодня про друзей Путина Все время говорим Он заявил о том, что Талибы ни много ни мало союзники Не партнеры А просто вот прям союзники Хотя Талибан вроде бы остается запрещенной Насколько я понимаю Террористической организацией На территории России Да И он как-то вот все Вот эти вот союзники Какие-то казалось бы Ну вот хотя бы Виктор Орбан Вот приехал в ЕС Представитель и так далее Но при этом Владимир Путин Продолжает заигрывать И с такими союзниками как Талибан Для чего это сейчас ему нужно? Ну совершенно очевидно Что у России есть серьезный голод Скажем так На союзников И на страны С которыми можно вести нормальные Активные экономические отношения Афганистан при Талибах Остается Страной У которой Достаточно большие запасы полезных ископаемых В которую можно продавать Практически все Что угодно любого качества Потому что огромное количество Западных государств Вообще не готовы иметь дело с Талибами Соответственно Россия Которая находится под Беспрецедентными экономическими санкциями О чем не надо забывать Хотя постоянно нам говорят о том Что санкции не работают Тем не менее Работают эти санкции И России приходится искать себе Партнеров Искать способы перевода денег И так далее И в данном случае Афганистан выступает Такой дырой В которую можно отправить Практически все что угодно И оно там будет куплено Соответственно Это первая история Вторая история Это история о том Что Путин считает Что рано или поздно Западу придется разговаривать С Талибаном Никакой альтернативы Видимо Талибану нет Он второй раз захватывает Власть в стране И теперь уже захватывает Ее прочно Никакого Джорджа Буша Младшего на горизонте Не видно Чтобы начать военную Операцию против Талибана А значит Путин будет выступать Как в Сирии Таким вот адвокатом Дьявола И когда придет момент Разговаривать с Талибаном Придется разговаривать И с Путиным И он получит Какие-то бонусы За это Ну и последняя история У Путина на самом деле Хоть он и делает вид Что это не так все Тяжелее и тяжелее Отношения С исламскими радикалами С террористами И хотя Талибан Это тоже исламские радикалы Но это исламские радикалы Которые борются С другими исламскими радикалами С теми самыми Которые в последнее время Начинают все чаще Производить террористические акты На территории Российской Федерации И соответственно Они естественные союзники Путина Тут вот прямо можно сказать Что террористический режим Путина Который ведет Террористическую в том числе Войну в Украине Нарушая абсолютно Правила ведения войны Обычные так называемые Является естественным Прямым союзником Других террористов из Талибана Потому что они воюют С третьими террористами Из исламского государства Иван спасибо Спасибо большое Скажи мне кто твой друг Я скажу кто ты Вон какие друзья Переплелись все Спасибо большое Иван Спасибо до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова